Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах Боде и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Томас Гинсборо. Английская школа «Портрет мисс Робинсон». Нигде искусству не пришлось выдержать такую упорную борьбу, как в Англии, где оно рядом с практической жизнью и политикой теряло всякое значение и служило только для иллюстрированных событий. Естественно, что при таких условиях искусство лишь весьма медленно могло завоевать себе самостоятельное место. самые энергичные проявления таланта и стремления к созданию национального искусства должны были более или менее подчиняться требованиям времени. Публика требовала портретов выдающихся современников, игравших роль в общественной жизни. И художнику приходилось отказываться от своей оригинальности в угоду модному течению. Этой великой силе должен был покориться и Гинсборо, который, казалось бы, был призван взрастить национальное искусство на еще девственной почве Англии. В молодости своей Гинсборо с альбомом в руках прошел всю свою родину. И не Вильсон, который обыкновенно считается первым английским пейзажистом, а Гинсборо дал первые действительно английские этюды с натурой. Но про него можно сказать, что и он не постиг всей глубины серьезного искусства. Будучи восторженным поклонником музыки и сам хорошим музыкантом, Гинсборо увлекался сладкими мечтаниями. И это отразилось на его пейзажах и даже на его портретах. Но то, что его недостает в отношении строгой обработки или резкого выраженного характеристики, то вполне вознаграждается в высшей степени деликатным и отвечающим общему чувству художника настроением. Гинсборо любит светлые тона, светло-голубой, бледно-красный и в особенности нежные переходы от мерцающего света к мягким полутонам. Ничто не выступает вперед. Фигура всегда строго гармонирует с общим тоном картины. Она подчиняется пейзажному фону. Художник избегает резких линий, сильных контрастов и пустых театральных поз. Естественная простота его портретов производит весьма симпатичные впечатления, и мы не видим в них влияния старых мастеров, встречающегося неизменно у Рейнольца в каждом из его бесчисленных портретов. Гинсборо никогда не бывал на континенте и лишь после 30 лет стал изучать Ван Дейка, к которому он больше всего и привыкает. Отличным образцом оригинальной манеры Гинсборо служит портрет Миниса Робинсом, известный под именем Эрдитт, в кавычках актрисы и возлюбленного принца Уэльского, впоследствии короля Георга IV. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok